салем дастар булка штанов минын каштанов реакшен арнама кошки льди низдера сегодня у нас будет реакция на видео под названием поездка к президенту в казахстан ребята смотрю видео с канала алга петербург как вы все знаете ему президента вручил памятное письмо не знаю там орден по моему а может быть и нет ну в общем все подробности будут вот в этом видео которое мы сейчас и посмотрим давайте приступать прежде чем мы приступим к опрахме за то что подписывайтесь на канал кстати мне тут посылочка практически уже приехала с казахстана на канале будет распаковка тире дегустация так что подписывайтесь на канал прожимаете колокольчик уведомления чтобы не пропустить видео это ну и все те которые выходят на канале видео выходит каждый день кстати на бусти у меня есть бусти где я выпускаю реакции который блокируется на ю тубе по авторским правам там выходят фильмы русские казахстанские голливудские в общем максимально разнообразный контент также сериалы мировые топовые смотрим ну и даже аниме в общем контент на любой вкус цвет возраст рост пол и так далее и тому подобное жду всех подписчиках так ну а мы давайте уже приступать вернулся в солнечную аланию домой на берег средиземного моря и я хочу поделиться впечатлениями рассказать вам о том как проходила моя поездка и как меня встретили в казахстане как прошла встреча с президентом где успел побывать чем занимался в общем отчетный репортаж о поездке в казахстан интересно интересно ой дастархан кстати как это даст созвучно казахстан дастархан вот это конечно успех это успех я вообще был сильно удивлен тем что на меня обратили внимание на таком высоком уровне даже и не думал что на уровне президента это произойдет даже представить себе не мог что получу благодарность лично из рук косым же марта кемельевича у меня в казахстане очень много друзей блин часто благодарят меня за нашу работу помогать извините ребята все-таки формат реакция поэтому буду высказываться да по поводу всего здесь увиденного и услышанного я думаю это тоже самое как какого-нибудь блогера но по аналогии с казахстана путин бы пригласила его так вот наградил это кажется вообще невероятным а здесь у вас президент целой страны и блин девятый страны в мире по территории то есть как бы статус статус ну и не только да это далеко не самое главное приглашает блогера который безусловно очень много снимает про казахстан так или иначе налаживает вот эти вот мостики до между странами между народами и это все отмечают это вообще невероятно круто вот за это прям вообще огромный огромное уважение меня в казахстане очень много друзей которые часто благодарят меня за нашу работу помогают работе алга петербург и я сейчас хочу вспомнить слова нашего соборжана сериковича да да это именно тот самый человек который был первым кто пригласил меня в казахстан полностью взял на себя все расходы он и его прекрасная супруга светлана мукашева настали мне очень близкими старшими друзьями которые совсем добром и открытым сердцем отнеслись к нам и к нашей работе так вот соборжан серикович как-то сказал что если человек что-то делает то ему обязательно за терпение труд и намерения за все старания взял все возвращается и как минимум в десятикратном размере но даже несмотря на это я не мог поверить когда мне поступил звонок из администрации президента республики казахстан так как у меня уже есть большой опыт несбывшихся планов поэтому я старался держать все секрете до самого последнего момента но уже сейчас могу все рассказывать как все было и я скажу настолько насыщенный программа у меня еще не было перелет был довольно тяжелый через стамбул в казахстан в 5 утра по времени астаны меня встретили отвезли в отель ну и пару часов поспав я сразу отправился к бейти реку я готовился к холодной погоде но как оказалось астана встретила меня весенним теплом и солнцем я встретился с нашим большим все они просто так с которым мы дружим уже с 2019 о а это же как раз таки александр да у меня уже есть немало реакций на видео с канала алга петербург и очень много было комментариев ну вот иван да он есть а где александр вот кстати тоже вопрос где александр ну наверное просто отошел отдел что называется да как бы пути расходятся все люди разные у каждого свой путь того года и к сожалению мы настолько были рады встречи и общению что даже забыли сфотографироваться но вообще я конечно был очень рад снова пройтись по центру астаны где меня уже встретил тимур джумуртаев это один из очень важных людей для казахстанской молодежи он представляет ассамблея народа казахстана и его зона ответственности это как раз деятельность молодежи и вы же все знаете что сейчас молодежь делает большие успехи и в культуре и в спорте и даже в науке в общем тимур это как раз тот человек который помогает талантом в казахстане находить дорогу к своему призванию вместе с ним грыли в дом дружбы народа казахстана где для меня провели небольшую экскурсию и даже я умудрился попасть на невероятное мероприятие как раз в это же время там проходили занятия по казахскому языку нас каждом доме дружбы есть созданы условия для изучения казахского языка то есть вот такие клубы по изучению языка они есть в каждом регионе и они вот на регулярной основе проходят сейчас попали как раз на обучение и вот здесь как раз таки представители этнокультурных объединений хотел спросить а кто это такие взрослые люди себя представители как раз таки а 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 Я уже был в Доме Дружбы Народа Казахстана в Алматы в 2021 году. Теперь побывал и в Астане. И я, конечно, поражен, сколько работы делается для того, чтобы люди различных этносов учились жить, учиться, заниматься творчеством вместе друг с другом. Это очень большая работа и очень большой опыт не только для Казахстана, но и для всего мира, для всех будущих поколений землян, которым в будущем нужно будет как-то жить, дружить и находить общий язык. И вот как раз в Домах Дружбы Народа Казахстана по всей стране у людей есть возможность этому учиться. Ну а затем из Дома Дружбы я поехал на чемпионат мира по шахматам, который в эти дни проходил в Казахстане. Это историческое событие, и я не мог не побывать на нем, раз уж так... Сейчас, секунду, ребят, вот эти Дома Дружбы по всему Казахстану, а где они еще расположены? Ну, понятно, в Астане и в Алматы, да? А еще где? Я так понимаю, во всех крупных городах, да, скорее всего, такое есть. Получилось, что я оказался в Казахстане. Шахматы в последние годы бурно развиваются, все больше и больше детей начинают заниматься шахматами. И Казахстан вообще становится настоящим центром шахматного мира. В 2022 году в Алматы прошли чемпионаты мира по рапиду и блицу, где девушки из Казахстана добились больших результатов. Динара Садуакасова завоевала серебро в рапиде, а Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира. Кстати, с Бибисаром мы встретимся тоже, но немного позже. А пока я покажу вам золотой ботерек, который получил 17-й чемпион мира по шахматам Дим Ли Жень. Золотой ботерек, да? Мы можем поработать, а потом согнать. Мне не хотят. После чемпионата мира по шахматам я направился вместе с Тимуром, которого вы уже знаете, посмотреть, как выглядит дворец мира и согласия. Именно тут уже через несколько дней состоится выступление президента Казахстана. Ну и конечно вы уже знаете, что там и я принял небольшое участие. И в том числе Касым Жумар Кемелевич отметил и нашу скромную работу. Но буду рассказывать все по порядку, поэтому расскажу, как так получилось, что как раз день моего приезда в Казахстан совпал с финальными играми интересного уникального турнира, который проводила двухкратная чемпионка мира по Блицу Бибисара Асаубаева. Вообще этот турнир был интересен не только тем, что на меня приехали звезды, которые увеличены из самых разных уголков мира, но и также тем, что призовой фонд в нем составил 120 миллионов тенге. 100 миллионов тенге для взрослых и 20 миллионов для детей. Тут был и чемпион мира Крамник, и четырехкратная чемпионка мира Хо Ифайн, которая, кстати, досталась от шахматисток из Казахстана. Ну и вообще уровень турнира был очень серьезным и по организации, и по освещению. Кстати, на этом турнире у меня тоже состоялся шахматный дебют. Правда, без борьбы за призовые места, но я сыграл шахматистка Асель Лизбекова, у которой рейтинг Фидея 1805. У меня рейтинга Фидея нет, но мой рейтинг на сайте chess.com 533. Так что то, что мы сыграли две партии и в каждой по разу выиграли сначала Асель, потом я, можно считать настоящей сенсацией. Ха-ха, по-любому она поддавалась. Ну, типа, гость приехал, да, можно один раз и поддаться. Я сомневаюсь, что она проиграла чисто из-за скиллов, да, что называется. Нет, блин, я вот шахматы, конечно, не умею играть. Насколько я знаю, как-то слышал, да, вот эта пословица-поговорки, шахматы это игра для умных или, ну, что-то типа того, короче. В любом случае, эта игра развивает ум, потому что там стратегия, ходы, она умна, короче, полный комплект. Ну, а если серьезно, хочу сказать, что, конечно, шахматы это очень интересный вид спорта. И заниматься им обязательно нужно, даже если вы не планируете стать профессиональным шахматистом. Это турнир «Сата Жилдыс». Мы позвали 11 международных красмейстеров со всего мира. В нашем турнире играет Владимир Борисович Крамник, 14-й чемпион мира. С России. Ливон Аронян, 2-х кратный обладатель. Есть представители, а? Интересно. Александр Крещук, 3-х кратный чемпион мира по облицу. И много очень сильных шахматистов. К тому же мы собрали состав так, что помимо старшего поколения играет также молодое, бронзовый и серебряный призер чемпионат мира по быстрым шахматам облицу. Поэтому турнир очень интересный. Я думаю, что он организован на очень высоком уровне. Что касается меня, то я принимаю участие в этом турнире. Мне тяжеловато играть, но я стараюсь. Сыграла в ничью в пропете с Владимиром Борисовичем Крамником, с Борисом Гельфандом и еще парой довольно неплохих шахматистов. Бирусара человек, в принципе, очень талантливый, мне кажется, с большим потенциалом чемпионским. Если она сумеет сфокусироваться именно на шахматах и не будет заниматься чем-то другим, мне кажется, у нее реальные шансы через пару лет, именно оспаривать корону. Как вот кратный чемпионат мира, что вы можете сказать о том, в чем секрет вашего успеха? Меня всегда поддерживают мои родные. Я думаю, это очень важно для любого спортсмена. Не важно, шахматист он или занимается каким-то другим видом спорта. К тому же, если бы не мама, и ее желание, ее настойчивость. Также я думаю, что важен талант и работоспособность. Вообще, я считаю, что все дети рождаются талантливыми. Абсолютно. И если они не достигают ничего в жизни, то это вина родителей. Главное найти этот талант. Или, может быть, он сам пробьется. Главное, короче, не мешать ребенку. Я вот как думаю, да. Вот ребенок выбрал свою стезю, свое направление. Все. Пускай развивается в этом сам. А то бывают же такие моменты, когда родитель в чем-то хотел преуспеть, но у него не получилось. И он старается ребенка туда же отправить. По спорту такое часто бывает. Или по науке. А у него, может быть, вообще не лежит к этому душа. И вот это, наверное, одно из тех моментов, которые не нужно так делать. То есть надо позволять ребенку самому делать выбор. И этот талант, он, наверное, в большинстве случаев рано или поздно пробьется. Главное, не мешать, не ломать ему путь, дорогу к его собственному опыту. Все многие думали, что я буду такая мама, которая будет держать своего ребенка возле себя, там, чуть ли не до 30 лет. На самом деле, в 17 лет я ее просто заставила летать на турниры самостоятельно. Я желаю всем деткам быть счастливыми. А их родителям я желаю, чтобы они сделали все возможное для того, чтобы их ребенок принес пользу своей стране. Мы, конечно, знаем, что шахматы, скажем, женские шахматы очень сильные в Казахстане. Но вот именно, что вот такой глобальный фестиваль, это очень радует меня. В Казахстане шахматы не был, потому что у нас есть успехи. Дети видят это, дети равняются и хотят достичь того же. Допустим, сейчас мы организовывали турнир для детей, который сегодня закончился. Я награждала почти 100 детей в категории до 10 и до 20 лет. Общий... В общем, было 300 участников. И я уверена, что из этих 300 многие захотят связать профессионально свою жизнь с шахматами. И уверенно добьются больших результатов. Так, ребят, денежный приз 20 миллионов тенге для детей. Это сколько в рублях? Напишите, пожалуйста. Ну, это общий призовой фонд, да, для детей. А для взрослых это 100 миллионов тенге. Тоже, пожалуйста, напишите. 100 миллионов тенге, а тенге стоит 4 рубля, да, 4,5. Это 4,5 миллиона рублей, что ли, получается? 100 миллионов тенге, это 4,5 миллиона рублей плюс-минус. Да? Вам сейчас 19 лет. И вот уже проводится турнир. Чемпионка мира. С призовым фондом на 20 миллионов тенге. Взрослые 100 миллионов? Да. Взрослые на 100 миллионов тенге. На вас смотрят дети равняются. Как вот вы себя ощущаете? Нет ли там звездной болезни? Звездной болезни, я уверена, что нет. Я стараюсь оставаться такой же доброй, наверное. Звездной все точно нет, я этого не чувствую. Меня очень хорошо воспитали мои родители. Копрахмет родителям, конечно, Копрахмет. Ну, а после завершения турнира я сделал памятную фотографию с Бибисароисой Убаевой. Хотелось бы, конечно, чтобы в сутках было больше 24 часов, но это не в моей власти. Ну, а следующий день был не менее интересным, о чем вы, кстати, можете узнать из следующей серии. А пока буду рад видеть ваши комментарии, поддержите нашу работу, поставив лайк, и подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Обязательно. Я так понимаю, в следующих видео будет уже непосредственно то, как он был у президента на встрече. Очень интересное видео, кстати, получилось. Прямо вроде бы казалось бы, да, шахматы. Но главная подача. То, как снято, как это все преподнесено, как это все рассказано. Очень интересно. 1775. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, на этом видео заканчивается. Ссылка на оригинальное видео по традиции в описании. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу всего здесь увиденного и услышанного, по поводу моих комментариев. С удовольствием прочитаю. И не забывайте, скоро будет на канале распаковка, дегустация, а также будем записывать реакции на череду видео с канала Алга Петербург. Как сказали в этом видео, это первое видео, собственно. Дальше будут еще выходить репортажи. Их также будем смотреть вместе. На этом все. Всем пока. Удачи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok